В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мира-3, Ленина-6, Московский-7, Приморская-15, Северная-12 и ряд других. Проведены собрания собственников, определены сроки выполнения работ. Также на сегодняшний момент администрации подана заявка и согласована в Комитете государственного жилищного надзора на 16 адресов. Это программа 2018 года. И еще в перспективе 27 домов, которые тоже прошли предотбор. И на сегодняшний день ждем подтверждения Комитета ПЖК области на включение в краткосрочный план тоже 2018 года. Работа будет выполняться уже в следующем году. Алексей Туркин добавил также, что в настоящий момент по ряду адресов завершается монтаж лифтового оборудования в рамках краткосрочной программы капитального ремонта 2016 года. Автодорога Выборг-Святогорск стала федеральной. Об этом нам сообщили в областном правительстве. Прежде трасса протяженностью 49 километров находилась на балансе Ленавтодора. За сутки по ней проезжало до 10 тысяч автомобилей. Учитывая высокую интенсивность движения, дорогу Выборг-Святогорск было решено передать на федеральный уровень. Не допустить трагедии призваны поквартирные обходы, совершаемые сотрудниками Выборгского отдела Госпошнадзора и местного филиала предприятия «Газпром» газораспределения. В последнее время в стране участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. О Выборгском районе сложилась тревожная пожароопасная ситуация. Обо всем подробнее в сюжете Людмилы Перминовой. Сегодня представители МЧС и газовой службы побывали в доме номер 13 на улице вокзальной Выборге. Предварительно жильцов уведомили о том, что будет проводиться техническое обслуживание газового оборудования. Специалисты обошли все квартиры, проверили целостность газопроводных систем, вручили листовки, информирующие о правилах использования голубого топлива в быту и о том, как действовать в случае его утечки. При запуске газа этот кран закрываем, аварийная служба номер 4, знаете, да? В первую очередь ни в коем случае не пользоваться какими-либо осуществительными приборами, всякие электроприборы, зажигалками, спичками, сообщить, соответственно, сразу в аварийную и газовую службу в пожарную охрану, либо по единому номеру 112. Действуем людей в случае пожаров. Также мы доводим информацию, что в случае возникновения, опять же, в первую очередь необходимо позвонить в пожарную охрану, сообщить точный адрес, фамилию, где, ну и по возможности эвакуацию детей и больных, старых людей. Во избежание взрыва бытового газа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют поручать любые манипуляции с газовым оборудованием исключительно специалистам, имеющим соответствующую лицензию. Кроме того, следует исключить допуск детей газовым прибором, а также соблюдать последовательность их включения, сначала зажигать спичку и только потом открывать газ. Между тем, в связи с увеличением числа пожаров в Выборгском районе в этом году, огнеборцы также раздали выборгцам памятки о том, как действовать при возгорании. Наиболее частые причины его возникновения – несправная электропроводка и неправильная эксплуатация печного отопления. Увеличилось по сравнению с прошлым годом и число лесных пожаров. На сегодня их зарегистрировано 37. Площадь возгорания в каждом случае составила 1-2 сотки. Во избежание новых очагов сотрудники МЧС призывают отдыхающих в лесополосе соблюдать правила пожарной безопасности. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Жители Южного микрорайона на время останутся без горячей воды. 14 июня на ежегодный профилактический ремонт будет остановлена котельная, расположенная на улице Большой Каменной, 18. Работы продлятся до 27 июня. А 15 июня с 8 до 17 часов будут проводиться гидравлические испытания. В случае возникновения аварии нужно звонить по телефону, номера которых на экране. В Ленинградской области Дни Норвегии. 6 по 9 июня в регионе с официальным визитом находится делегация губернии Нурланд. Мероприятие проходит под знаком 30-летия сотрудничества регионов-партнеров. Накануне зарубежные гости побывали в Выборге. Посетили судостроительный завод. Не исключено, что с предприятием будут налажены деловые связи. За 30 лет взаимодействия Ленобласти и губернии Нурланд было реализовано множество программ. Прежде всего, в рыборазведении. В этой отрасли норвежцы являются одними из мировых лидеров. Кроме того, накоплен богатый опыт в образовательной, культурной, спортивной сферах. Вот и в ходе этого визита в библиотеке Алта состоялось открытие фестиваля норвежских кинофильмов. Кстати, Выборг и столицу Нурланда, город Будо, связывают давние отношения. Соглашения о сотрудничестве заключаются с 1990 года. В основном они подразумевают культурный обмен. Иногда приезжают наши коллективы в город Будо. Значит, очень часто приезжали в последние годы тоже с города Будо к нам разные. И музыканты, и, скажем так, студенты, которые проходили обучение и стажировались у нас. Поэтому этот обмен у нас идет постоянно. Я надеюсь, что он у нас также будет продолжен. По словам председателя регионального комитета по внешним связям Андрея Минина, Ленинградская область и губерния Нурланд намерены продолжать сотрудничество. Между тем, фестиваль норвежского кино в Выборге продлится до 9 июня включительно. Вниманию зрителей предложены исторические, приключенческие и романтические фильмы. Показы начинаются в 15 часов. Вход свободный. Выйти из тени настоятельно просят водителей, сотрудники Выборгского отдела ГИБДД. До 10 июня на территории Петербурга и Ленобласти проходит профилактическое мероприятие «Безопасное стекло». Автоинспекторы контролируют светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол транспортных средств. По российскому законодательству она должна быть не менее 70%. Нарушителям грозит штраф размером в 500 рублей. Вынудить водителя избавиться от тонировки в момент проверки страж правопорядка не может. Он вправе лишь выдать требование о прекращении противоправных действий. 10 суток дается на вступление в силу этого требования. То есть он может уехать спокойно, но опять же его могут остановить следующий пост, опять же, потому что он едет и нарушает. Если водитель с аналогичным правонарушением попадается в течение года еще раз, соответственно, наступает административная ответственность судебного порядка, по которой предусмотрено либо увеличение штрафа в двойном размере, либо административный арест до 15 суток. Достаточный уровень светопропускаемости автомобильных стекол – неприхоть сотрудников ГИБДД. Как показал анализ, одним из условий, приводящих к авариям, является техническая неисправность транспорта. К ней относится и неправильная тонировка. По словам специалистов, в темноте водитель не может верно оценить дорожную обстановку. Цветы России украсили Выборг. Завершился фестиваль циркового искусства, вернувшийся на Выборгскую землю после десятилетнего перерыва. В течение трех дней во Дворце культуры выступали любительские цирковые коллективы из более чем 30 городов страны. Они представили порядка 200 номеров в разных жанрах циркового искусства. Кто же стал победителем и какие впечатления оставил фестиваль у артистов и жюри, выяснили наши корреспонденты. Эквилибристы, жонглеры, клоуны, велофигуристы. 250 номеров в разных жанрах циркового искусства представили любительские коллективы на фестивале «Цветы России. Белые ночи». Не было разве что канатоходцев и дрессированных животных. Выступали артисты из Вологодской, Свердловской, Ленинградской областей, Краснодарского и Пермского края, Республики Бурятия и других уголков страны. Акробаты демонстрировали захватывающие трюки. Воздушные гимнасты крутились под куполом. Один из самых ярких номеров представили выборгские циркачи. Групповые жонглеры порадовали яркими костюмами, светящимся реквизитом, неиссякаемой энергией и харизмой, что немаловажно для артиста. Было очень интересно. И было очень много разных номеров, красивых в то же время. Но и некоторые не очень. Мы многое увидели, многое хотим попробовать, повторить. В принципе, мы довольно, как мы выступили. Могли и хуже выступить, но в этот раз мы хорошо выступили. К слову, в мае артисты выборгского цирка выступали на первом российско-китайском фестивале в Пекине и покорили Поднебесную. Они готовы совершенствовать свое мастерство и посвящают занятиям все свободное время. Это интересно. Ты просто приходишь, сначала ты ничего не можешь, а потом раз, у тебя получается что-то, и ты хочешь добиться этой цели. Вот, допустим, сначала ты кидаешь одно кольцо, потом два, три, четыре, пять. Ты просто ставишь для себя цель и занимаешься. Мне нравится выступать, потому что, когда мне хлопают, это тоже очень нравится, что когда-то все аплодисменты, это именно тебе. В течение трех дней напряженно работало жюри, в состав которого вошли представители Росгосцирка, Академии циркового искусства, Академии хореографии из России и Китая. Конечно, они оценили все номера и выбрали лучшие, но в целом отметили зрелищность и насыщенность программы. Китайская страна, у нас много церковных фестивалей, а так такое, вы счёли, много номеров, много прижазов, у нас мало. Ещё раз вас поздравляю, что праздник церковного искусства. На церемонии награждения артистам вручили дипломы лауреатов разных степеней. Главных призов гран-при в своих номинациях удостоились цирк Эквилибриум из Перми, Бархан из Ейска и Грюн из Карпинска. Кроме того, на выборском фестивале решением жюри учредили спецприз – гран-при для коллективов из малых поселений. Его получила студия «Самоцвет» из села Глинская Свердловской области. Награды они достойные получать, потому что это поддержка. Ну, представляете, он приехал раз, ничего не получит. А как он получит? У него другие условия. Поэтому нужно поддержать. Ведь главная наша задача не профессиональных артистов готовить, а чтобы дети развивались. В рамках фестиваля было принято решение одному из коллективов присуждать звание «Академический цирк» за большие заслуги в развитии любительского цирка и подготовке артистов. Его удостоилась студия «Пластилин» из поселка Ольховатка Воронежской области. Подводя итоги фестиваля, члены жюри отметили не только юных артистов, но и их педагогов. То, что они любят своих детей, то, что они вкладываются, и то, что они берут на себя такой колоссальный труд детей зарядить искусством, отвлечь их от каких-то глупостей, несуразностей. Вот им огромное спасибо. Ну а Выборгский цирк в этом году отмечает 30-летие. И есть надежда, что в нашем городе появится стационарный летний цирковой шатер. Причем заниматься там смогут и артисты цирка, и спортсмены. Идею Академии циркового искусства поддержало руководство города и депутаты. Для меня, конечно, приятная неожиданность, что увидели люди, осознали, может быть, пришло новое поколение руководителей, что дети – это же наше будущее. Когда-то в цирке так и было. Представления состояли из трех отделений – трюки, балет или пантомима и спорт. Организаторы фестиваля «Цветы России» надеются организовать нечто подобное в Выборге. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Цветочный ковер покроет Выборг. В городе идет основной этап оформления городских клумб. Сотрудникам комбината благоустройства предстоит высадить около 100 тысяч цветов. В нашем климате хорошо приживаются бархатцы, петунии, тюльпаны, георгины. Рассаду специалисты вырастили в теплицах комбината благоустройства. Тем самым не только развивается выборгское цветоводство, но и сокращаются затраты на приобретение саженцев. Однако вандалы не дремлют. Ежегодно специалисты отдела благоустройства констатируют, что цветов становится меньше на следующий же день после высадки. Поэтому приходится обновлять облысевшие клумбы вместо того, чтобы направить силы и средства на увеличение числа цветников в городе. Большое количество жалоб поступает в отдел благоустройства по поводу аварийного зеленого фонда в городе. Специалистами отдела благоустройства и специалистами комбината благоустройства было произведено обследование зеленых насаждений в городе. И в связи с этим принято решение о добавлении бюджетного финансирования на снос аварийных деревьев. Также добавлено в программу благоустройства финансирование на посадку саженцев. Места определены и в осенний период будут произведены эти работы. Побывать в кабинете ученого-таксидермиста – такая возможность появилась у гостей Выборгского замка. Стало доступным для посещения обновленное зоологическое хранилище. По соседству с ним открылась выставка работ студентов Московского архитектурного института. Обо всем подробнее в сюжете Людмилы Перминовой. Открытое зоологическое хранение в Выборгском краеведческом музее на территории замка было организовано в конце 70-х годов прошлого века. Оно стало первым в своем роде в Ленинградской области. Ведь фонда хранилища или «запасник» до сих пор считается помещением, закрытым для посторонних глаз. И некогда здесь была зона ограниченного доступа. Теперь все изменилось. Руководство музея решило, что это пространство может и должно стать удачным дополнением экспозиции природы Карельского перешейка. Правда, не в традиционном виде. По замыслу оно будет напоминать таксидермический кабинет. Необходимое выставочное оборудование уже закуплено. Появится и микроскоп, в который можно будет рассмотреть, к примеру, личинку комара. Таксидермия – это все-таки искусство. Это работа скульптора, это работа натуралиста. Здесь все чучела сделаны не просто «абы как», «я вижу так», а все они в каких-то своих естественных позах. Охоты, врачного периода, либо набора защиты своего жилища. Либо гнезда, либо норы. Чучела все изготовлены специалистами зоологического музея, непосредственно Михаилом Абрамовичем Заславским. Можно сказать, что 95% всех наших чучел – это его работа. Это один из ведущих специалистов Советского Союза. В зоологической коллекции более 200 единиц хранения. Почти все животные являются обитателями Карельского перешейка. Исключение составляют пингвины, омар и осетр. Их музею подарили моряки, заходившие в Выборгский порт. Посетители могут познакомиться с представителями фауны, занесенными в Красную книгу. Их чучела были сделаны еще до того, как животные стали вымирающими. Они отмечены специальными квадратами. Свой вклад в пополнение музейной коллекции внесли выборгские охотники и зверохозяйство. Музей создавался в социалистическом реалии. Предприятия, которые находились на территории Выборгского района, по закону обязаны были предоставлять образцы своей продукции. Поэтому шкурки мы получали бесплатно, а вот их выделка и изготовление чучел уже, конечно, музей оплачивал, опять-таки, злогическому музею. И здесь, конечно, зверохозяйство и поселка Пушное в основном представлено. То есть вот сзади меня песцы. По соседству с таксидермическим кабинетом открылась выставка работ студентов Московского архитектурного института. Начиная с 2008 года, ВУЗ организует летнюю учебную практику в Выборге. Второкурсники посредством живописи изучают взаимосвязь архитектуры с окружающей средой. Работы на пленэрах выполнены акварелью, гуашью, темперой. Лучшие из них представлены в экспозиции. Работы прекрасные, интересные, и иногда они, взгляд художника ловит какие-то нюансы, которые Выборжанин уже и не заметит. Например, это прекрасные дворики с, например, крышами металлическими, которые покрыло ржавчином. Очень они под лучами солнца интересно заиграли. Или, например, проезды. И несколько работ посвящено, собственно, замковому острову. И, опять же, это не открыточные виды. 28 июня очередная группа московских студентов приедет на пленэрную практику Выборг. Планируется, что их руководитель проведет в замке мастер-класс по живописи. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Дню России посвящается. 9 июня в выставочном зале Выборг «Город воинской славы» состоится киносеанс. В 13 часов здесь начнется показ фильма «История одного города». Напомним, его режиссеру Алле Васильевой удалось создать своеобразное симфоническое кино, объединив видеоряд с симфонической поэмой «История одного города» Выборг, написанной молодым выборгским композитором Сергеем Петровым. Кстати, специально к киносеансу подготовлена выставка работ победителей фотоконкурса «Выборг. Перекресток времен». Событие приурочено к Дню России, который отмечается 12 июня. Без долгов. Ленинградская область полностью погасила все кредиты. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Регион досрочно выплатил банкам почти 340 млн. рублей. Брать на себя другие кредитные обязательства правительство области в ближайшее время не намерено. Официальный курс валют на 9 июня, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 64,15 рубля, доллар 56,99 рубля. Выборжцы могут задать вопросы представителю областного управления Федеральной антимонопольной службы России. В ближайшее время он даст нам интервью на тему нарушения поставщиками электроэнергии договоров с потребителями. Такая необходимость возникла в связи с тем, что жители Ренобласти и в том числе Выборгского района все чаще жалуются на сетевые организации. УФАС расскажет, как не стать жертвами недобросовестных сотрудников, предлагающих выполнить подключение в обход действующего законодательства. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 2-63-47 в группе Выборг-ТВ в социальных сетях, на нашем сайте выборг.тв или отправлять по электронной почте newssobako-выборг.тв. В Выборге разыграли Кубок 47-го региона по парусному спорту. В течение двух дней в акватории Выборгского залива проходила регата. Участие в соревнованиях приняли воспитанники парусных школ и клубов из городов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В Выборг представляли 11 спортсменов, которые выступили на яхтах разных классов. В погоде, конечно, у нас, как всегда, один день хороший, другой не очень. Вчера нам повезло с солнышком, но не повезло с ветром. Сегодня, надеюсь, повезет с ветром, ну и вроде как солнце немного достается. Вчера больше именно плавали, потому что ветер крутил с разных сторон. И кто-то проигрывал из-за того, что не угадал, откуда прилетит. А кто-то за счет этого выигрывал, что случайно повезло. В этот раз будет чуть полегче. Ветер более-менее стабильный. Немножко будет меняться сила, а направление вроде как останется тоже. Надеюсь, все справятся. Главное переживание у нас в этих случаях за малышей. То есть в случае усиления у нас есть начинающие, которые первый раз участвуют в соревновании. Ну и их задача выжить, а потом уже победить. Кто стал победителем соревнований, мы расскажем в ближайших выпусках нашей программы. Футбольный клуб «Фаворит» прошел в четверть финал Кубка Ленинградской области среди мужских команд. От участия в соревнованиях отказался кирижский «Факел», который должен был сразиться с фаворитом в одной восьмой финала. В итоге выборский клуб автоматом прошел дальше. Следующий матч пройдет 28 июня. Фаворит сыграет с «Металлургом» из Бокситогорска. А уже 10 июня на стадионе «Авангард» состоится матч «Выборг-Гатчина» в рамках регионального чемпионата по футболу. Начало встречи в 16 часов. Продолжается прием заявок на участие в традиционном выборском триатлоне. Соревнования предполагают прохождение трех этапов. Вплавь около двух километров, бегом 21 километр 100 метров и на велосипеде 90 километров. Старты пройдут 25 июня. Регистрация участников завершится 11 июня. Подать заявку можно на сайте соревнований. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго.